Не многие знают, но ультрафиолетовое излучение преследует нас во все времена года, не только летом. Однако именно в эти три месяца их действие наиболее активно. Начать разбираться в пользе SPF кремов и масел стоит с общей информацией об ультрафиолетовом излучении. Оно делится на три категории и разграничивается степенью воздействия. Лучи А составляют 90% от всего излучения. Они проникают глубоко в кожу, не вызывают покраснения. Более того, их активность почти никогда не зависит от сезона. Они активны в любое время, когда светло. Доказано, что лучи А проникают сквозь облака и стекла, а значит пасмурная погода им не преграда. Благодаря этим лучам может появиться загар, но при условии, что кожа уже немного загорела. Именно они способствуют старению кожи, кроме того, часто являются причиной аллергии и могут вызывать онкологические заболевания. В отличие от А лучей, лучи Б как раз ответственны за наш загар и солнечный ожог. А еще за развитие меланомы. Они представляют собой 5% ультрафиолетового излучения, достигающего поверхности Земли. Эти лучи проникают не так глубоко, однако могут повредить наследственный материал, что приводит к образованию рака. Их активность отличается от А излучений. Лучи Б не проходят сквозь стекла и облака, а также меняют свою интенсивность в зависимости от времени года и суток. Их действия на кожу разные. Ультрафиолетовые лучи Б проникают только в эпидермис, вызывая красноту кожи и ожоги, если мы очень долгое время будем находиться под ультрафиолетовыми лучами Б. Это лучи средней длины. Длинноволновые ультрафиолетовые лучи – это ультрафиолетовые лучи А. И они уже попадают в дерму, во внутренний слой кожи. И вот это уже опасно. При выборе правильного крема существует такой критерий, как фильтр – физический и химический. Разберемся по порядку, чтобы понимать, что именно следует искать на флаконах. Первый работает на поверхности кожи. Подобно зеркалу отражает солнечные лучи, не пропуская их к коже. Некоторые призывают вообще использовать только их, но это по меньшей мере неразумно. У минеральных фильтров есть недостатки, о которых полезно знать всем. Средство с минеральными фильтрами может оставлять на коже белые полосы, его можно случайно стереть и не заметить этого, оставив таким образом кожу без защиты. Хороши они тем, что не впитываются, но в этом заключается их главный минус. Они плохо держатся на коже, если сочетать загар и купание. Наносить такие кремы следует каждые 2-3 часа. Физические фильтры – это обычно минеральные вещества, это оксид цинка и диоксид титана. Иногда их наночастицы обволакиваются либо оксидом кремния, либо оксидом алюминия, но это не всегда. И взаимодействие их с ультрафиолетовыми лучами основано на том, что ультрафиолетовые лучи отражаются от частиц оксида цинка и оксида титана. Химические фильтры – светопоглощающие. Это синтезированные вещества, которые вступают в реакцию с ультрафиолетом, обеспечивают высокую степень защиты и, превращаясь в поглотитель ультрафиолетовых лучей, не дают им проникнуть в кожу. В отличие от физических, химические фильтры водоустойчивы и не оставляют на теле белых разводов. Но все же химия есть химия, поэтому прежде чем наносить крем, убедитесь, что он не вызовет аллергию. Опробуйте его на небольшом участке тела. Помимо того, что есть физическое взаимодействие с ультрафиолетовыми лучами, есть вещества, в основном они органической природы, которые отвечают за химическое взаимодействие с ультрафиолетовыми лучами. В результате взаимодействия с этими веществами энергия преобразуется в тепловую энергию, но единственный такой момент, что эти вещества быстро разлагаются, поэтому нужно постоянно обновлять нанесение кремов на кожу. Таким образом, придерживаясь простых правил в отношении СПФ кремов, можно сделать отдых на пляже гораздо более приятным и предотвратить нежелательные последствия для кожи. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универньюз.